так всем привет вот пришло время записать в еще одно видео так как лето не особо и желание сидеть в доме но акустики много про который хочется рассказать и одна из таких самых интересных это canton ergo passive достаточно редкая акустика редкая в каком плане она редко встречается как на вторичном рынке так и в нем германии так и у нас в принципе везде отчего она редко встречается потому что акустика ну как по мне она действительно очень хорошие не каждый обладатель этой акустики на тот момент когда она есть вообще появляется мыслью продать судя из википедии акустика стоила на момент продаж аж целых 3300 марок за пару это как-никак если с учетом конвертации валюты на сегодняшний день это примерно где-то будет полторы тысячи полторы тысячи евро если так судя по ресурсам интернета по конвертации сколько она бы стоила на данный момент но на то время тоже думаю 3000 марок это не маленькие деньги там наверное можно было какой-нибудь фиат купить а сейчас я хочу показать с чего она сделана внутри потом записать пару таких коротеньких видео чтобы приблизительно понимали как она звучит даже через youtube я думаю будет понятно что она и как это чем вообще она мне лично примечательная стала как как одна из самых интересных акустик тошу те что у меня есть и принципе ну что она себя представляет это одна из первых из серии эрго как по мне эрго эта серия та которая максимально заточена на правильный бас это исходя из того что сколько я переслушал маленькие большие эрго там современная чуть более винтажные там мне как показалось в этой модели бас самый правильный из всех винтажных относительно колонок типа ли ли 900 ст 1000 ст 2000 квинта там гли карат и тому подобное все что похоже винтажные между собой мне показалось тут бас самый самый как музыкальный вот не такой допустим как у эрго rcl такая это самая одна из универсальных акустик что ее можно везде применять только усилитель меня а именно тот кто любит более классический звук но с хорошим басом вот в этих колонках она все присутствует они звучат как ст 1000 но чуть чуть получше плане вас а среднечастотный диапазон и высокочастотный диапазон вроде бы как одинаковые даже динамики конструкционно они очень похожи но среднечастотный динамик у ст 1000 они разные у первой модели у 2 вернее версии у второй версии третьей версии среднечастотной динамики реально все разные они там отличаются еще и материалом исполнения самой корзины динамика где-то пластик где-то алюминий и подвесики и сам диффузор у ст 1000 все разные ст 2000 это отдельная категория акустики мягко говоря она мне как и нравится как и не нравится ее очень приятно слушать тихо громко но уже реально много баса но опять же все на любителя я рассказываю то то именно что мне понравилось как бы стараюсь максимально подходить к оценке акустики со стороны любого клиента и насчет этих всех предпочтений вот рисовать вот такой вывод что интересно сразу нас кидается внутри это то что корпус корпус у нас здесь идет разделенный полностью один динамик и второй динамик в отдельном корпусе так как и как будто это маленькая колоночка ст 1000 это к нему еще дополнительный сабвуфер ну это так если грубо можно сказать по факту акустика идет у нас трехполосная но задумка и производителя она получается как четырехполосная за счет разности корпуса одного низкочастотного и второго низкочастотного они как мне кажется как друг друга дополняют на в разной степени нагрузки именно музыки сами динамики сделанные на вид вот реально на вид как будто у ст 1000 только маленький как ст 1030 сантиметровая так тут идут 25 сантиметров ну на вид корпус корпус подвесик даже вот этот диффузор магнит он очень очень напоминает ст 1000 вообще их получается тут в таком плане как два один и второй динамики абсолютно идентичные и по номеру и по размерам и по характеристикам скорее всего кантон как всегда не жалеет ваты ваты набита плотно среднечастотный динамик у нас идет тоже в отдельном корпусе такой трубой он выходит назад с еще с таким сеточкой он как полукомпрессионная типа динамик идет у нас пластиковый abs пластик или как правильно его называть я не знаю чем похож он на чей вроде бы как на ст 2000 номер идет 2244 вроде бы как точно один в один как первая модель ст 1000 вообще считается среднечастотный динамик самый лучший у первой версии 100 тысячных он типа как максимально бумажный максимально мягенький с хорошей чувствительностью даже кстати вся чувствительность данной акустики идет 93 с половиной децибел очень хороший вариант для тех кто любит винтажные ресиверы там или ламповые усилители я думаю очень хорошо им подойдет такая акустика если ее можно будет где-то еще найти редко на детстве чается и высокочастотный динамик идет 2512 по памяти помню что этот динамик как у первой версии canton ст 1000 он точно такой же на магните выбито тридцать четыре восемьдесят шесть а наклейка 2512 как бы динамики сами хорошие но не чуть-чуть чуть-чуть писклявые именно высокочастотные опять же все зависит от выбора усилителя если усилитель взять тоже такой же писклявый но будет все такое писклявые там какой-нибудь бюджетный пионер там еще что-нибудь так динамики поставим сюда сейчас я покажу кроссовер кроссовер у нас идет внутри вот такой с большими катушками такой мощный классный кроссовер на нем написано ergo passive что-то там три кстати у одной из моделей canton ст 1000 точно один в один такой же кроссовер там пишет на ergo passive через черточку ст 1000 ну я думаю как бы для трехполосного динамика для трехполосной акустики такой кроссовер смотря как , кстати как , тут наши низкочастотные динамики сейчас посмотрим это черный черный получается у них плюс плюс у них получается плюс плюс минус минус ну как бы они , параллельно ну у ст 1000 получается один динамик а тут два динамика параллельно как будто один на 40 сантиметров но это так мысли вслух видите как туда корпус заходит таким полу углом чтоб там оно там гасилось все вот вкратце такая акустика звучит она классно мне очень нравится ее слушал долго она не огромная она не какая-то там я не знаю сверх массивная по звуку мощно она просто классно звучит может это сама модель очень удачная может я удачно выбрал усилитель кстати усилитель будем слушать на таком техник с suv 900 много кто говорит вот усилитель шо в нем мол хорошего да все в нем хорош он классно звучит я не знаю у людей какие-то там стереотипы свои складываются я усилители стараюсь брать только те что я послушаю они вот мне лично нравятся а сейчас послушаем эту акустику как она будет звучать запишу пару композиций всем спасибо за просмотр приятного прослушивания пишите комментарии может кто что-нибудь больше знает о этих моделях всегда рад послушать кстати что касается проводов и не знаю есть любители тех кто провода меняет конденсаторы меняет но сколько в кантонах видел у них вроде бы с этим все порядке и электролиты служат долго одно одно кстати у них у некоторых моделей очень слабенькие катушки индуктивности с тонким проводом желательно бы их бы поменять на тот же номинал но с больше толстым проводом они просто тупо перегревается не знаю с чем это связано но я не раз встречал что они такие немного под плавлены вроде бы там не сверх мощные там идут на нагрузки но катушка плавится в общем дальше будем слушать спасибо пишите комментарии пока за субтитры сделал DimaTorzok а 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 Играет музыка 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 Why can't we talk it over? Oh, it seems to me Sorry seems to be the hardest word Why can't we talk it over? 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 Why can't we talk it over?